Big Data от технологии к сервису. Для человечества интернет стал повседневной реальностью. Каждый день в сети мы черпаем информацию, работаем, общаемся, учимся, рассказываем о себе, в общем целом делаем все, чтобы оставить свой цифровой след, как и тысячи других людей. Мы перерабатываем огромный поток информации и рискуем утонуть в ней. Так, во избежание негативных последствий, должное развитие получила технология Big Data, большие данные, своеобразный спасительный круг в новом информационном пространстве. Биг Дата как технология В современном мире Big Data обозначает совокупность технологических возможностей для анализа огромного количества данных и является неотъемлемым инструментом, который используется в информационной инженерии. Они включают в себя различные подходы и методы обработки как структурированных, так и не структурированных данных. Огромные объемы данных обрабатываются для того, чтобы человек мог получить конкретный и нужный ему результат для их дальнейшего эффективного применения. Анализ больших данных позволяет увидеть скрытые закономерности, незаметные граничному человеческому восприятию, делать выводы и прогнозировать будущие тенденции. Это дает беспрецедентные возможности оптимизации всех сфер нашей жизни – государственного управления, бедицины, финансов, коммуникации и т.д. Большие данные не просто описывают наборы данных и баз данных. Они применяются к структурам, методам и инструментам, предназначенным для анализа информации. Данные собираются с помощью систем, которые генерируют – социальные сети, публичные записи, поисковые системы, мобильные приложения и любой другой источник информации, на который компании могут иметь разрешение. После сбора большие наборы данных могут быть помещены в полуструктурированные, структурированные или не структурированные базы данных для дальнейшего анализа и обработки. Техники и методы анализа, применимые на Big Data. Основные техники и методы анализа – это data mining, crowdsourcing, смешение и интеграция данных, машинное обучение, искусственные нейронные сети, распознавание образов, прогнозная аналитика, визуализация аналитических данных. Основные технологии – MapReduce, SQL, NoSQL, Hadoop и аппаратные решения. Big Data как проект Компания реализует собственный проект в области Big Data или заказывает их у специализированных разработчиков для адаптации технологий к своим бизнес-целям в зависимости от деятельности компании, помимо общих преимуществ, которые дают технологии Big Data. В области Big Data наиболее масштабными были внутренние проекты по построению собственных Data Lake, хранилищ данных у банков и операторов связи. Более того, они уже начали зарабатывать на анализе больших данных. Сбербанк также в тренде. Зачем не предприятие банка Сбертех ведет проект область данных по Big Data кластеру. Также свои Data Lake строят и промышленные предприятия. Здесь Big Data в первую очередь востребована для оптимизации производства. На предприятиях эксплуатируются десятки систем, которые накапливают и обрабатывают информацию о производственных и технологических процессах. Кроме того, в помещениях устанавливаются десятки тысяч датчиков, непрерывно собирающих и передающих данные в систему. Такому производству требуется удобный инструмент для работы с получаемыми данными и в результате на предприятии создают Data Lake емкость в сотни терабайт. Big Data как продукт Цифровые продукты Big Data представляют собой облачные приложения, предоставляемые бизнесу, государству или конечному потребителю и отвечающие разным целям. В случае B2C они нужны для массового использования потребителями, доступ к личной информации с любого устройства, подключенного к интернету. Для бизнеса продукты более дифференцированы. Каждая задача соответствует свой продукт – обработка, хранение, копирование данных и т.д. Разработкой таких продуктов занимаются AWS, Oracle, IBM и другие компании. Решение на основе технологий Big Data – это бизнес-функции, автоматизирующие деятельность компании и оптимизирующие бизнес-процессы. Расширение использования облачных технологий помогает открывать новые операционные возможности, корректировать бизнес-модели компании, достигать высоких результатов, снижая издержки и увеличивая прибыль путем оптимизации. Сюда входит повышение операционной эффективности, предоставление более качественного обслуживания клиентов, защита от мошенничества или создание новых потоков доходов за счет интеллектуальных продуктов и услуг. Например, в онлайн-торговле можно собирать в странице магазина данные о перемещении курсора или пальца по экрану, или анализировать слова в комментариях клиентов в соцсетях для оценки их лояльности. Так, технологии Big Data чаще всего нужны тогда, когда требуется более глубокий анализ процессов. Big Data как Commodity Основными продуктами на основе технологий Big Data, которые можно отнести к Commodity, являются Data Lake и Data Mining. Data Lake – это хранилище больших данных в необработанном виде. Используется для анализа данных, распределения, структурирования и внедрения машинного обучения. В них хранятся архивы неочищенной информации, которая может пригодиться в будущем. Так, в озерах хранятся в том числе и бесполезные данные, которые могут не понадобиться никогда. Data Lake хранит любые данные – картинки, видео, звук, файлы, документы, таблицы и т.д. Data Mining – это способ интеллектуальной обработки данных с целью выявления закономерностей с использованием методов машинного обучения, математической статистики и теории баз данных. Data Mining выполняет следующие задачи – классификация данных, прогнозирование, сегментация, определение взаимосвязей, а также анализ и отклонение данных. Big Data как сервис Сервис Big Data технологий затрагивает большую часть деятельности компании. Big Data Analytics является основой для Business Intelligence, бизнес-аналитики, поиска оптимальных бизнес-решений с помощью обработки большого объема неструктурированных данных. Эффективная бизнес-аналитика анализирует внешние и внутренние данные, как рыночную информацию, так и отчетность компании-клиента. Это дает полную картину бизнеса и позволяет принимать как операционные, так и стратегические решения, например, выбрать цену продукта или расставить приоритеты развития компании. Big Data анализа применяется для принятия стратегических решений, продвижения продукции и услуг в социально значимых проектах и программах. В последнее время Big Data нашла широкое применение в области медицины. Системы класса больших данных позволяют организовать сбор, хранение и обработку данных практически в неограниченных объемах. Это позволяет создавать эффективный реестр медицинских данных, включая хранилища медицинских изображений, с целью построения сервисов, облегчающих и повышающих качество труда медицинского персонала, а также повышающих эффективность проведения исследовательских работ. Аналитика больших данных Аналитика больших данных – это процесс анализа больших и сложных источников данных для выявления тенденций, моделей поведения клиентов и выночных предпочтений, что помогает принимать более эффективные бизнес-решения. В основе Big Data Intelligence лежит превращение данных в проницательные действия, которые повышают ценность для организации. Это также создает мощные возможности для обнаружения и реализации новой стратегии для развития конкурентного преимущества. Реализация этих возможностей требует двух вещей – технологического потенциала для сбора и хранения больших данных, а также новых инструментов для превращения данных в понимание и в конечном счете в ценность. На картинке справа представлены ключевые элементы, составляющие наличие больших данных. В них входит генерация данных, цифровые платформы, технологические инструменты, вертикальные решения и услуги, а также базовая инфраструктура. Сейчас немножко про экономику. Динамика рынка технологий Big Data. В период с 2019 по 2022 год среднегодовой темп роста рынка составил 13,2%. Ожидается увеличение темпа роста рынка технологий Big Data в следующем году до 14%. Таким образом, объем рынка может увеличиться до 313 млрд долларов в 2023 году. Это представлено на левой картинке. Справа доля сегментов рынка в общем объеме выручки процентов. В 2022 году выручка на рынке программного обеспечения больших данных превысила большинство сегментов и составила 97 млрд долларов, это 35,5%. Самым большим сегментом по доле выручки оказались IT-сервисы, на них приходится 112 млрд долларов в 41%. 12,5% дохода обеспечил сегмент аппаратных решений, что соответствует 34 млрд долларов, и 11% бизнес-сервисы – 30 млрд долларов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...